От благоустройства до планов по развитию исторического центра. Депутат Госдумы Александр Хинштейн провел прием граждан. Так жители ЖК в границах улиц Санфировой, Московского шоссе и Гастелло обратились к Александру Хинштейну. Они выразили недовольство построенным рядом с их домами зданием. У нас получается во всех домах внутри дворовые территории заборы. Сама постройка законная, но жители переживают, что в их дворе может вырасти многоэтажка. Также они пожаловались на свою управляющую компанию. Максим Каштанов обратился к депутату с предложением по реновации исторического центра Самары. Он предложил сформировать единый орган управления историческим центром города. Также важно разработать детальный мастер-план. Присутствующий на приеме руководитель управления главного архитектора Самары Игорь Галахов выразил готовность оказать помощь в доработке идеи. Александр Хинштейн обещал обсудить проект с главой региона Дмитрием Мазаровым. Мы сейчас расстались на том, что инициативные приходящие ко мне люди вместе с уже существующими нашими активистами, градозащитниками, с органами власти объединяются для того, чтобы подготовить презентацию, как это может быть. Елена Погодина из поселка Шмидта в железнодорожном районе Самары попросила Александра Хинштейна помочь с ремонтом главной дороги в населенном пункте. Депутат направит запрос в администрацию города с просьбой включить дорогу в поселке Шмидта в план по ремонту городских автотрасс. Мне удалось добиться из выделения с федерального бюджета крупной суммы порядка 3 миллиардов 700 миллионов рублей, сверх ранее установленных лимитов, на приведение в нормативное состояние дорог на территории Самарского региона. Я буду просить включить туда и часть дорог в Запанском. Несколько вопросов касались помощи в предоставлении жилья. Кого-то выселили из апатичной квартиры за долги, у кого-то в частном доме случился пожар. Приглашенные на прием представители департамента управления имуществом Самары пообещали, что окажут помощь нуждающимся. Все остальные вопросы, озвученные в ходе личного приема, также на контроле депутата. Ольга Волкова, Василий Колдашов, События.